Еду, как предсказывают сотрудники Колумбийского университета, можно будет не готовить, а печатать на принтере 3D. Ужин, а может завтрак или полдник, станут цифровыми, но от этого не перестанут быть менее съедобными. И это не мечты фантастов, это вполне конкретные разработки инженеров и исследователей. Имя руководит профессор Ход Липсон. Сегодня в доме мы можем использовать любой тип и способ приготовления от открытого огня до запекания при низких температурах или в вакуумной оболочке. Я думаю, что если эта технология войдет в повседневность, то метод станет одним из нескольких, которые помогают быстро поставить на стол нужное количество блюд. Думаю, что его распространение будет связано с поколенческим вопросом. Есть те, кто предпочитает все делать руками, есть те, кто готовят из замороженных продуктов или полуфабрикатов, а молодежь будет готовить с помощью нового софта. Рецепты пирожных разрабатывал Эрве Моливер из известной кулинарной школы, находящейся в Нью-Йорке. Сегодня в гастрономическом репертуаре имеются не только сладкие блюда, но и гарниры из овощей, а также из бобовых. При этом соблюдается точнейшая рецептура, а внешний вид кушения соответствует тому, что изображено на картинке. Сам шеф-повар, француз по происхождению, много лет работающий в Нью-Йорке, дает такой прогноз. Нет проблем с ароматами и вкусами. В этом смысле я как раз удовлетворен результатами. Мое опасение скорее связано с текстурой, потому что вся такого рода еда будет иметь пюреобразную консистенцию. По предложенным рецептам и соответствующей им программе были также приготовлены мусс из лососина и шоколадное суфле. У нас был выбор из двух видов пюре – овощного и из каштанов. И, в принципе, список на этом заканчивался. Я согласен с тем, что этого совершенно недостаточно для того, чтобы говорить о неком разнообразии меню. Я предполагаю, что расширение возможностей будет идти именно в этом направлении. Придется что-то уже включать в компьютерные программы и файлы по приготовлению еды. Но как сделать так, чтобы сохранить консистенцию бифштекса, я пока не знаю. По сообщениям уже имеется прототип такого принтера. Чем разработка может помочь людям, имеющим, к примеру, аллергию на ряд пищевых продуктов или их непереносимость? Принтер может напечатать в формате 3D их любимое лакомство, в котором вредные для здоровья ингредиенты не существуют ни в каком виде. Есть некоторые типы пищи, которые сложно приготовить дома у плиты, которые невозможно приобрести и которые никто не умеет готовить. Мы сможем таким людям помочь, мы сможем посылать дорогим и близким людям гастрономические подарки, электронной почтой, вложив нужный файл с рецептом, согласно которому принтер его напечатает. Мы сможем питаться правильно, потреблять здоровую пищу и легко соблюдать диеты и следовать рекомендациям наших врачей. Как говорят сами разработчики, вначале такого рода принтеры будут опробованы на предприятиях общественного питания и только потом будет налажено производство для бытовых нужд обычной семьи.